Мы очень давно планировали сходить и поесть суп. Нас там Серёга ждёт, ребят. Он сейчас будет бухтеть. Серёжка, ты доволен? Да. Ещё раз привет. Самая большая. Посмотрите, какая у Серёжки. Вот здесь у нас какая-то современная выставка. Собаке страшно. Какие-то такие, типа, космические насекомые. Фу, блин, как ужасно. Мне лень. Сашка, мне лень. А мне нет. Я кричу, чупи! Саша кричит, останавливайся. Он колотится, я колочусь. А мы собираемся все вместе. Сегодня воскресенье, сегодня выходной. Сегодня в Польше какой-то выходной, зелёное свято какое-то. Как мне сказали на учёбе, зелёное свято. Короче, что-то, какое-то с зеленью связано, не знаю. И поэтому у меня нет сегодня учёбы. И это так здорово. Это значит, что можно провести свой выходной так, как ты хочешь. Так, как я хочу, так, как хочет Саша. И мы сегодня идём. Мы очень давно планировали сходить и поесть суп. Как это называется? Корейские такие супы. Рамен. Японский. А, японский. Там, там. Короче, японский суп уже очень давно мы планировали его попробовать. Ребята, я уже не знаю, сколько тут год, столько мы его и планировали попробовать. И только сейчас мы идём. Воскресенье. Плюс с нами идёт серёжка. Конечно же, с нами идёт наш сябака. Куда без этой сябаки-барабаки, да? Серёжка уже вот практически оделся. Ты помнишь, как называется заведение? Мы, кстати, заранее выбрали супы. Раменовня. А, вообще, отлично. Раменовня. Мы заранее выбрали супы, чтобы уже прийти, бедненько, заказать и всё. Там есть на сайте меню. Я надеюсь. Вы знаете, мою любовь вообще к лапше. Вот это вот всякое, типа, недорамён. Мы это всё очень любим. Но сейчас пошли всё-таки более настоящие. Идём настоящие попробовать. Всё, сейчас покажу вам Чупи, потому что он уже не может. Хочет что-то грызть, выйти. Всё, Чупи вот уже лежит, лежит. Ну и может, мы взяли Вуду с собой, как всегда. Сашка, видите, как приоделся. Чупи. Всё, он берёт и уходит. Вот он так любит брать свой ошейник и идти. Не ошейник, а поводок. Ребят, смотрите, какая у нас офигенная погона. Чупи идёт впереди. Хотела вам показать Сашин прикид. Чё-то происходит, Чупи. Попрышок, попрышок. Попрыжочки у него. Прыжки у него какие-то. Сашка выглядит просто на стиле. Сашёк. Всё манго, ребят. Эти кроссовки, ну, Кеды, он привёз из Беларуси. Ну, а Чупи у нас не из манго, вы знаете. Из Варшавы. Чупи из шоколада. А, Чупи из шоколада. Из шоколадной фабрики сладкой. Ну, короче, мне вообще так нравится. Сашка, повернись. Вау, Олехандро. Как можно быть таким стильным и красивым? Я сама. Не, ну, понятно, что это красотка. На самом деле, иногда хочется прям приодеться, куда-то пойти. Ну, приодеться, конечно, в моём понимании, это такое, знаете, спортивный лук. И я всегда люблю закрываться от солнца, потому что, ну, у меня есть проблема с родинками. Всё-таки я не хочу, как говорится, беду накликать, да? Поэтому я вот в такой рубашке. Ну, Саша, когда покажет потом меня, я хочу тоже показать свой прикид, ребятки, потому что я в манго. Но у меня вот эта рубашка, я её очень люблю. Мы когда приехали, я её купила в секунде, да? Мы зашли там, Чупи пошли. А, у Чупи важные дела, мы не можем это показывать. Он как унькает. Ну, и вот, Оля. Классно? Очень нравится. Да, кроссовки, всё от манго, кепка, тоже из Беларуси. Это из Беларуси. Я на Вайлдберс покупала. И очки манго, всё манго. Да, рубашка. Но главное, рубашка. Ребят, посмотрите, какая она клёвая. Офигенная. Да. Мне тоже она очень нравится. Классная, стильная. Она из этого. Из секонд-хэнда. Погнали. Нас там Серёга ждёт, ребят. Он сейчас будет бухтеть, что мы опоздали. Идём в центре города. Столько людей гуляет, вообще. Ещё у нас так тепло. Всё-таки рубашку я зря надела, потому что реально тепло. Все идут. И очень так одеты по-лёгкому. Ну, я вам немножко поснимаю центр лоди. Как он выглядит. Как вот со стороны туриста могу вам показать немножко. Серёжка, а это кто такой красивый, мучастый? Ребят, мы пришли в это заведение. Решили на улице. Вот, Серёженька, привет. Всё у тебя хорошо, Серёжка? Отлично. Как нос? Дышит. Дышит. Он, видите, занят, потому что он высматривает, как он суп заказал на сайте. А где сайте? Чупи. А там лёгка. Всё интересно. Он тут всё высматривает. Ну, люди кушают, короче. Мы зашли вот в такой двор и тут вот кушаем. Всё. Мы уже... Серёжка, ты доволен? Да. Ещё раз привет. Самая большая. Посмотрите, какая у Серёжки. Самый голодный. Очень классный рамён. Как он называется? Ты не помнишь? Сложное название. А, джинджер. Просто офигенно. Посмотрите, какая ложка. Серёжка, возьму, посмотри. Вот, видите, ложка. Ну, и палочки, конечно, принесли. Так, у меня с крабов... Не крабовый, не крабовый. Не крабовый, не крабовый. Наиболый такие. А, попкорн. И у Саши самый красивый по краскам. Ну, у тебя реально самый красивый. И Чупи тоже не оставили без внимания. Нашему сладкому пирожку принесли водичку. Тётя моя сладкая вода. Сиди тут и жди. Мы, ребята, не знаем, что происходит. Но у нас тут, в Лоди, в центре, куча-куча машин. Они пронумерованы. И какой-то маскарад машин, не знаю. Что-то происходит. Там вот надувают цифры на машине. Ну, мы, честно говоря, не знаем. Но очень интересно. Но ждать... Да, Серёга? Ждать мы не будем. Чтобы... Ещё и в розовом все. У нас есть другие дела поважнее. А Чупик... Просто сидит и кайфует. Подожди. Арабела ралли. О, загугли. Арабела ралли. Что это? Какой-то ралли. Машина что-то. Ладно, сейчас посмотрим, Серёга. Ребята, мы находимся... Ой, в нашей этой... Такой звук. Электростанции. Слышите звук? Это включили для нас. Короче, вот здесь у нас какая-то современная выставка каких-то... Ну, современная выставка каких-то пауков. У нас тоже есть современная выставка. Испывалась. Наша собака. Собаке страшно. Сашка, смешно? Что случилось? Не, ну Чупик интересно. Я не знаю, что это. Пауки. Какие-то странные животные. Если это животные вообще. Какие-то твари. Ничего не сделаны? Понятия не имею. А, вон ещё наверху. И вон ещё, посмотрите. Да, так вон ещё стоят там. Да, вот. А это тоже входит в современность. Голубь. О, матка Кахана. А это кто? Ему ещё дали поесть оранжевые штуки. Вон, видите? Это как таракан какой-то. Ну, какие-то космические насекомые. Фу, блин, как ужасно. Но выглядит внутри всё вот так. Наш электростанта, мы тут недалеко живём. К нам подошла девушка и рассказала, что это космическое. И лучше, конечно, воображать. Потому что для кого-то это пчёлы, осы. Кто-то сказал, что это ковид. Кто-то, что на пёсиков. Кто-то, что на пёсиков. Да. Ну... Тюпи, не похоже на тебя. Короче, это что-то космическое. И плюс есть зеркало. О, мамочка. Я думаю, что надо идти домой. Да. Очень. А то Тюпи уже вынюхивает и хочет тут напишюнкать. Вот это будет, конечно. Выставка. Выставка будет современное искусство с пищунчиками. Что-то там вынюхивало и хотел напишюнкать. Мы уже думали сейчас устроить современную пирповну. Последнее. Слышишь, космическая пчёлка накакала. Что-то куда. Слушай, сейчас какой-то тополь летает. Что-то такое. Ну, тополь, что ещё. И, короче, Тюпи всем мокрым носом всё собирает. Да, мы, кстати, всегда с водой. Даже в заведение мы шли со своей водой. Ну, блин, ну а чё нет? За воду, блин, платить 10 лотов? 6 лотов. А, ну 6. Что там у скачан воды? А на 2-е? Ну, 0,5. За 12 лотов мы купим себе кучу лоды. И будем их есть. Вот такие дела. Вообще классно, конечно. Классно. Такое тепло, хорошо. Сейчас придут мои новые тапки. Я заказала себе обувь. Более такую лёгкую. И буду гонять шорты. Дай бог, если погода будет позволять, да, Сашок? Ну, надеюсь. Надеюсь. Потому что у меня только сейчас... И жарко. Ну, почти. Я вот впервые полегче оделся после Софии. Угу. Уже, блин, лет. У нас было. Всё-таки у нас ещё было холодно. Тёплых ещё. Угу. Воскресенье, вечер. Мне уже никуда не хочется идти. Плюс мы ещё поели сейчас. Но Сашке пришло в голову... Но Сашке пришло в голову... Замечательная идея пойти кататься на велико. Хотя мы уже были вчера. Сегодня мы опять гуляли. Ну, мы сегодня хотели рамён есть. Снимали это. И опять на велико. Я говорю, Сашка, ну блин, ты уверен? Сашка, ты уверен? Обязательно. 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 Тащат нас с Чупиком на... Это... Гулять. На велико кататься. Короче, а мы слушаем Сашку. Делаем, как Сашка говорит. Пойдём кататься на велико, ребят. Поднимаем свою пупу. И идём. Ты, блин, Сашка. Мне лень. Сашка. Сашка. Да? Мне лень. А мне нет. Всё, ладно, пошли. Ой, покатались. На самом деле, вообще было не смешно. Чуп из корзины решил вылезти. И я ехала именно с Чупи. И он вылез из корзины и повис на поводке. Хорошо, что у него поводок как бы не на шею, а на тело. Господи, как он боится теперь. Он сам не ожидал. Просто из-за картонки корзина стала выше. Ну, для него как бы и бордюр стал меньше. Он же на сумке мягкой лежал. Да. И он, короче, не знает, что-то испугался. И взял и выскочил. Я кричу, Чупи. Саша кричит, останавливайся. Я останавливаюсь. Его забираю. Я честно, у меня уже мысли, что он повесился. Я кричу, Чупи, нет. Он так ужасно был. Он колотится, я колочусь. Всё, мне страшно, Саша, я не хочу. Я там уже подъезжаю. Торможу. Ой, да. Смотрим, что произошло. Ой, ну всё хорошо. Не, всё хорошо с ним, всё хорошо. Он просто повисел. Покатались 3 минуты. Это хорошо, что мы его ещё и привязали, знаете. Если бы не привязали, может вообще бы он на дорогу выше ещё. Ой, ну, короче, я так испугалась, ребята. Я вообще хочу с ним кататься. Не, ну мы попробуем. Надо будет, чтобы он ещё приучил, привык. Ну, надо его как-то фиксировать ближе к земле. Ну, потом, когда мы продолжили кататься, но мы недолго прокатались, я постоянно ему говорила, там, всё, сиди, молодец, хорошо. Он пытался, он пытался, опять лапы как-то. Я ему всё время говорила, не двигайся, Чупи, всё хорошо. Короче, это был трэш. А я ещё сзади ехал, не мог догнаться, мне велосипед какой-то... Трещит у него, да, там что-то с цепью или с чем, или с передачей. Я не знаю, я на первой всё время ехал. Смотри. И то он трещал, хрустел всю дорогу. За уши. Вот так, как зайца, вот так за уши вытянусь. Да, у Саши вообще... Короче, опыт с великами пока сомнительный. И самый... А, к нам ещё подошли погладить Чупи. Можно погладить? И спросили, как зовут. Мы сказали, Чупи. Такой хороший парень, шёл. А ещё мы когда сегодня кушали, нам принесли водичку. А, я показала. Водичку для Чупи. Ну, это первый раз, когда мы с Чупи идём в какое-то заведение. Ну, и там док-френдли. Это плюсы. Надо им поставить оценку. Хороший. Ну, и вообще... Ну, было классно, вкусно, обслуживание. Там очень классные эти были. Ой, у меня администраторы... Официанты. Официанты, точно. Очень классные официанты были. Обе. Такие хорошие девочки. Такие очень позитивные и приятные. Знаете, я не люблю, когда официанты... Вот часто это встречалось в Беларуси. Они супер назойливы. Они постоянно смотрят, поел, не поел. Ещё принести их. 15 раз подойдут. А вам понравилось? Я вот этого вообще не люблю. Ну, в Европе это очень редко встречается. А вот в Беларуси, когда мы ходили, мы постоянно... Да, да. Дайте, боюсь Богом. Я даже не любил ходить из-за этого отчасти. Слишком сервис такой назойливый. Прям назойливый. А как вам? Вам понравилось? Да. А что именно не понравилось? Ну, дай Бог скажи, что это не понравилось. А тут вообще спокойно всё. Ну, мы тут редко ходим. Но здесь приятно. Да.